Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в зеленой гостиной солистка оперы Большого театра, певица с международным именем Анна Аглатова. Здравствуйте, Аня, спасибо, что вы пришли, что вы согласились. И мы с вами встречаемся не в самое веселое время для Москвы, поскольку у нас тоже, как и везде, коронавирус. Я хотела вас спросить, как вы вообще относитесь к жизненным трудностям? Много ли было их у вас на пути, и как вы с ними справляетесь? С трудностями было столько. Да, справляюсь. Но я вообще человек такой мыслящий и позитивно. И мне кажется, что любая трудность, она имеет конец. И просто до этого конца надо пройти с высоко поднятой головой с мыслью о том, что все, в принципе, будет хорошо. И, наверное, все не просто так, для чего-то. Соответственно, любую трудность воспринимаешь как урок. И особенно даже, когда уже после, как постфактум понимаешь, что все было не так плохо, как казалось в самом начале, и с каждой следующей ошибкой или с каждой следующей проблемой, с вопросом каким-то, вспоминаешь предыдущий опыт и понимаешь, что тогда же было так, почему в этот раз будет хуже. И таким образом сама себя настраиваешь на то, что все будет хорошо. Такое отношение-то от семьи идет. У вас счастливое детство было? Абсолютно. У меня было счастливое детство. Папа, мама меня любили. Я единственный ребенок в семье, поэтому вся любовь доставалась мне. И потом это был чудесный город Кисловодск, курорт, где, когда выпадал снег зимой, в школу мы не ходили. Ну, то есть такой был очень... Сам город маленький. И все живут близко друг к другу. И не просто живут, а существуют друг с другом очень близко, все очень любят друг друга. Я даже не знаю, пожалуй, все мои троюродные и даже более дальние родственники, сестры, братья, мы все дружим, мы все любим друг друга как родные. И когда я говорю, это моя сестра, я даже не задумываюсь о том, какая по дальности сестра. Поэтому абсолютно счастливое детство. Может быть, даже немного залюбленный ребенок, эгоизм какой-то воспитывался во мне сам по себе за счет такой вот любви был. А мне кажется, это всегда очень важно. Это заряжает потом на долгие годы вперед и формирует какую-то психику, которая позволяет, мне кажется, потом очень многие вещи спокойно воспринимать. Сейчас я это тоже понимаю. В какой-то момент, конечно, когда я переехала в Москву, я была одна. А сколько вам было? В Словодске, в 17-й. Когда уже поступили в детенскую чилищу. Да, 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 именно. И мне казалось, что очень тяжело. Вот это был, наверное, первый период, когда вдруг, ну, как бы не просто проблема, а я столкнулась с новой жизнью. И вот тогда, наверное, и был тот первый опыт, когда он закончился, и я поняла, что, а, вот, оказывается, не все так плохо. А вы сами решили сюда поступать, Денисовский училищ? Это ваш был выбор? Честно говоря, мы думали, как бы всей семьей, нашим всем большим кланом, мы думали о том, как и куда поступать, потому что, вы сами понимаете, семья из Кисловодска, не все, всем казалось, что, чтобы поступить сюда, нужны деньги, связи. Может, немножко раньше, как вообще возник у вас голос, как вы узнали, что у вас, сами почувствовали, есть голос, как это узнали окружающие, и как вы решили, что это нужно заниматься профессионально? Ну, вот, наверное, важнее, когда, тот момент, когда я поняла, что профессионально это важно, а это было очень поздно. Это было, это случилось только на втором курсе училища, потому что до этого времени мне казалось, что, в принципе, я буду джазовой певицей, я не хочу быть оперной певицей. Джаз, популярная музыка. Понимаете, я воспитывалась для себя, вот, воспитывалась Марая Керри и Уитни Хьюстон. Мне казалось, что это две иконы музыкального мира, и если я чуть-чуть приближусь к этому идеалу, то, в принципе, я сделаю карьеру. Мне нравилась Ирина Отеева из наших певиц. Долина, это те певицы, которые сначала исполняли джаз, и потом уже появились в поп-пространстве. И я тоже так хотела, и мне казалось, что так это будет, вот, для меня идеально. И когда я поступила уже в училище, и поступила в класс Рузанны Павловны Лисицан, легендарнейший, она мне сказала, ты подожди, подожди, давай год поучись, не надо. Потому что я сказала, что все, я вот сейчас не хочу здесь вообще учиться, я хочу перейти на джазовый в другое отделение Гнесинки. И она мне, она меня направила. И вот когда только на втором курсе, я поняла, что мне нравится, мне нравится петь именно классику. А вы к ней случайно попали, или вы сразу к ней поступали? Нет, я поступала, как бы, с идеей попасть в класс тоже легендарнейшей Ланды Маргариты Иосифовны. К сожалению, ее уже нет. И она, мне казалось, что она может дать мне вот абсолютно все. Она была довольно строга, очень критично относилась к исполнительскому мастерству. И я знаю, что у нее были абсолютно, ну, точно потрясающие студенты. Потрясающие. Она преподавала в училище, но к ней приходили девочки из консерватории заниматься. И мне казалось, что вот это для меня и самый идеальный вариант. Но она жесткий. Человек была как педагог, как человек она была очень мягкая. И это я тоже поняла потом. Потому что мне безумно, мне казалось, что совершенно тиран она. Но потом я поняла, насколько она в глубине души своей была мягким и любящим нас, всех певцов, человеком. Когда уже меня взяли в училище, мы с ней встретились. Я увидела свою фамилию напротив Розан Павловны фамилии. И со слезами подошла к Маргарите Осиповне, потому что она сидела в... Она была среди членов жюри принимающих студентов. И она мне сказала, ты поверь мне, вот тебе будет хорошо, со мной ты не сможешь. И она была права, потому что потом я уже поняла. Я ведь не знала даже своей натуры, я не знала, какая я, что надо мне и как надо со мной обращаться. Потому что я, в принципе, надо сказать, конечно же, не занималась классической школой вокальной. А что было в Кисловодске до поступления в училище? До поступления я занималась как пианистка. И даже думала о том, что сделаю карьеру, может быть, даже концертмейстера. До тех пор, пока меня не услышала на тот момент жена директора музыкальной школы. Все очень в таких вот сначала, кажется, очень маленьких мирах. А потом меня посоветовали, вернее, мне посоветовали и меня, соответственно, тоже одной из очень-очень талантливых педагогов Минераловодского училища музыкального. И она меня, прослушав, сказала, что давай подготовимся. Там оставалось, ну, наверное, я пришла в ноябре. И она мне сказала, вот давай подготовимся, попробуем. Если не возьмут, то я тебя сразу возьму к себе в класс в Минводы. И, конечно, родители, чтобы не слишком далеко меня отпускать, одна дочь, как бы это все... Страшно. Да, 17 лет как бы никуда и вдруг. И они мне сказали, давай попробуем в Ростов. А вот профессор моя сказала, что давайте... Нет, давайте в Москву сразу. Зачем эти ступени делать? Сначала сюда, а потом попробовать туда. Да, давайте сразу, пока еще вот молодая. Хотя у меня... Знаете, на самом деле в училище были девочки еще и моложе меня. Были там кто-то на год постарше, кто-то на год помладше. А вот была одна девочка талантливейшая совершенно тоже. Она пришла в 15. Я пела просто блестяще. Но все-таки 17 для самостоятельной жизни ранний возраст все равно уехать в Москву и начать свою жизнь. И потом после школы как бы я совсем ничего не понимала, как это должно быть. Мне казалось, что ничего сложного, но буквально там, когда выпал снег в Москве где-то в конце октября, я поняла, что я не смогу. А вы оказались в общежитии здесь, в Москве? Нет. Мы приехали, когда в общежитие, мама посмотрела и сказала, нет. Так у наших ребенок жить не будет. Да. Конечно, я дружила с девчонками, с мальчишками. Мы приходили в общежитие все вместе, какие-то посиделки, макароны, пельмени. Ну, в общем, свои бытовые условия жизни были какие-то такие хорошие, более-менее, в Москве. Ну, нет, так просто как бы все не дано было мне. Как бы все равно я жуткий аллергик. Страшно совершенно. Особенно там на животных у меня жуткая аллергия. Но у меня не было выхода, и мы снимали комнату в квартире, где было три кошки. Боже мой. Да, и это был вот... Провели жизнь в аллергии. Первый год, да, вот первый год. Тяжело. Жила так. Старалась, конечно, что-то предпринимать. Тем более для голоса, для связок тяжело. Да, но дело в том, что там было очень важно, что я была на нескольких этажей выше друзей нашей семьи. Поэтому, чтобы быть хотя бы под каким-то контролем. И так каждый год. В принципе, я была все время под контролем. Я немножко взяла этот вопрос, потому что я знаю, что вы оказались тоже в доме у Павла Герасимовича Лисициана. Да, это как-то благодаря, конечно, Розане Павловне произошло. Я не знаю, насколько у вас большая, конечно, разница в годах. Но явно, что у вас сложились какие-то очень теплые отношения. А для нас, для Большого театра, это легендарное имя совершенно. Ну, я должна сказать, что Розанна Павловна приняла меня. И, в принципе, я очень благодарна Маргарите Иосифовне за то, что вот в тот момент она не взяла меня, а действительно увидела перспективу моих отношений с Розанной Павловной. Розанна Павловна для меня, как крестная мама, и как бы мы общаемся уже столько лет, почти 20 лет, не просто в благодарность ей я хочу сказать что-то, а я как констатацию факта хотела бы сказать, что эта семья уникальна. Вот вся семья, начиная от Павла Герасимовича Лисициана Зара Александровна Долуханова, и вся семья детей. Рубен Павлович, Розанна Павловна, Карина Павловна. Это вот эта семья, которая меня взяла под опеку. Даже были какие-то моменты, когда я жила у Розанны Павловны, потому что я болела. И так как я одна, и она действительно за меня боялась, она просто взяла меня к себе, лечила меня, кормила. Мы распевались дома, занимались дома. Понимаете, в принципе, Розанна Павловна ко всем своим ученикам относится как к своим детям. У нее, видимо, такая душевная позиция. Это ее порыв, и она это делает от всей души. И я это оценила не столько даже как национальная какая-то принадлежность, потому что мы обе... Я армянка, да, и пришла в армянскую семью. А именно просто потому, что вот она такая сама по себе, Розан Павловна. Она воспитана так. Безумно талантливый педагог. Я знаю, как она пела, и меня восхищает совершенно ее, если можно так сказать, самоотдача семье, потому что она могла бы сделать карьеру потрясающей певицы, солистки. Но она решила, что в паре с сестрой в дуэте это будет правильнее, и это выиграло. И Павел Герасимович даже рассказывал в свое время, его остановил милиционер, что-то проверял, права какие-то, а увидел фамилию и сказал, а вы случайно не отец сестер Лиси Цан? Павел Герасимович говорит, конечно, гордость. Как отца. Как отца она была на уровне прям 100%. Но мне было обидно, что он не узнал меня, как солиста Большого театра. Вот, понимаете, это, конечно, сработало в Советском Союзе. Это была одна из, пожалуй, самых знаменитых семей. Вы в Кисловодске знали эту фамилию? Вообще про Большой театр когда узнали? Я вообще, честно сказать, я про Большой театр вообще не думала. И даже когда я пришла на прослушивание, для меня это было просто как очередная, ну, я не знаю, как не концерт, но просто как, да, очередной выход на сцену, очередная попытка исполнить что-то из выученного. Я ходила за кулисами, я так хорошо это помню, ходила за кулисами, там были, стояли декорации, по всей видимости, либо к Борису, либо еще к какому-то историческому спектаклю, я помню, икону. Там лик, и я ходила на это все смотрела, мне казалось, что, ну, вот он театр какой. Ну, посмотрела и пойду. Вышла, спела. На сцене исторической, да? Да, 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 на сцене исторической. Мне вообще повезло. Я застала еще историческую сцену, исторический зал до реконструкции. Это совершенно, конечно. Я обожаю наш театр, я обожаю историческую сцену. Для меня, я честно могу сказать, что для меня это акустика и на новой, и на исторической. Самое лучшее. Правда? Это совершенно другие. Может быть, потому что родные стены, а может быть и просто потому, что действительно акустика особенная. Потому что зал огромный, и тебе сначала кажется, как я его озвучу, это же невозможно. Особенно при не пустом зале, а уже при зрителях, кажется, что это невозможно, это так сложно. Но нет, в принципе, вообще проблем, да, вообще, я не вижу проблем там. Я не вижу там ям провальных звуковых каких-то акустических, как в других театрах. И, например, есть в Ла Скала, на сцене в одном месте ты поешь, как будто бы у тебя рупор просто. В другом месте, как будто бы ты просто открываешь рот и не издаешь ни звука. Ну, просто он глуховат. И надо отмечать, что у нас на сцене такого нету. Где бы ты ни стоял, тебя слышно. А кто вас тогда прослушивал, когда вы сюда пришли? На тот момент художественным руководителем был Александр Александрович Ведерников. И, как мне повезло, он оказался дирижером-постановщиком той продукции, на которую меня взяли. Это был Фольстав. Я сидела в жюри Маквала Филимона Касрашвили, за что я тоже безумно благодарна. Это ее идея меня позвать на прослушивание. А вы тоже были совсем юные. Вам было, по-моему, 21 год? 21, да. И это был четвертый курс училища. Ну, вот совсем ребенок. И единственное, что было для меня сложно, это из всего происходящего, это второй спектакль. Потому что я не знала и не умела восстанавливаться. Все силы Ладуны были первым. Да, конечно. А так как еще неопытность такая, как бы, и волнения не было даже. Потому что, знаете, как бы, это тоже интересная вещь. С каждым годом я понимаю, что все больше и больше ответственности и волнения все больше и больше. Потому что имя уже знакомо многим. Люди ждут. И люди приходят конкретно на меня. А когда приходят, ожидая, что вот сейчас Анна что-то вспомнит вам, и как бы Анна стоит за кулисами, думаю, господи, хоть кто-то все хочет ждать. И это волнительно. А тогда, когда еще никто не знал, думали, вон девчонка, ну что она может. И наоборот играла. Хотелось доказать. Да, 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 да. Наоборот играла, что, ах, что я могу, я сейчас вам покажу, выйду сейчас. А вот сейчас, спустя такое время, уже довольно-таки большое, значительная карьера у вас, и оборачиваясь назад, можно сказать как-то более конкретно, чему вас научила Рузанна Павловна, а чему вас научила, например, Маквала Филимонна, и кто вообще в вашей жизни, именно как педагоги, может быть, вокальные и по-человечески тоже сыграли большую роль? Ну, надо сказать обязательно о том, что, и вообще всем, я думаю, это все должны понимать, что с кем бы ты ни общался, от каждого надо брать самое лучшее. И вот Рузанна Павловна научила меня практически всему. Мы с ней вместе были 9 лет, 4 в училище, 5 в академии. И все начальные, важные самые азы, исполнение на языках, стилистика, музыкальность, музыкальная фраза, все это, это, конечно, то, что было вложено Рузанной Павловной. А вот дальше, когда я уже пришла в театр, когда я уже стала петь Лью, когда я уже стала петь более крепкий репертуар, тут уже, конечно, Маквала Филимонна стала мне подсказывать. Потому как она с этого всего начинала свою карьеру в театре. Она знала, вот, почему я ошиблась на втором, например, своем спектакле. Я передала все на первом, и на второй, тем более, как бы, это было для неопытной певицы, это было страшно. Я выходила два дня подряд, в первом и во втором составе. И когда не было этого одного дня, да, для того, чтобы восстановиться, голова же не здесь не восстанавливается, не восстанавливается голова. Ты еще в предыдущем спектакле, конечно, все еще там, тебе кажется, что, как бы, ты еще, может быть, даже не поспал хорошо, может быть, еще что-то. И вот это ощущение, как бы, перевозбуждения, оно мешает. За счет этого, конечно, и голос не восстанавливается. Просто это чисто психологический вопрос. Сейчас вы научились уже с собой справиться? Конечно. Сейчас у меня спектакли бывали через день, день, через день, вот так, то есть их не два, а не три, а семь, восемь спектаклей, как бы. Особенно в Европе мы так, мы, ну, у нас уже есть расписание, мы знаем, поэтому я готова к тому, что у меня будет премьера, два дня отдыха, и дальше через день, и, допустим, там, последние два спектакля будут подряд, то есть к самому уже концу, когда ты действительно устал, тебе вообще не дает времени отдохнуть, ты просто два подряд споешь, да, как бы, это, ну, как бы, это нормально, и я к этому уже привыкла. Уже умеете распределять свои силы и отдыхать. И вот в тот момент, когда я еще не умела, я сейчас, я понимаю, что мне надо было спросить, например, у кого-то, и в первую очередь у Маквала Филимона, а как мне с этим справиться, а что мне сделать, как мне отдохнуть, может быть, выпить снотворного еще, потому что каждый раз после спектакля ты засыпаешь в два-три часа, анализ, если что-то сделал не так, ты себя просто кушаешь, если ты сделал все хорошо, ты себя хвалишь, и все равно это до двух, до трех ночи происходит. Потом ты должен проснуться с утра, а просыпаешься разбитый, хочешь, ну, как бы, тут все, да, тут все чисто физиологически. И потом уже Маквала Филимона меня научила, и я ей безумно благодарна, как восстанавливаться, как распиваться. Сейчас я уже сама на таком крупном опыте, достаточно многолетнем, могу сама распределить уже свои силы, как мне надо распиваться для какой-то определенной партии. И есть вещи, например, такие, как партия Сузанны. Я, она вся довольно порегиструется, срединная, нету верхних нот, но она очень длинная. И для того, чтобы... Звучать. А главное, да, главное, что у нее, ее первая ария во втором, во второй картине, а вот вторая ария, более, самая знаменитая, пожалуй, ария, она в четвертой картине, практически в конце оперы. И чтобы не устать своей арии, я знаю, что мне надо немного распеться для дуэта, потом еще что-то, еще что-то, и все. И тогда в итоге к четвертому акту я не устала, к четвертому акту я уже распелась на три часа пения. А бывают партии, как Микаэла, где всего там четыре выхода. И к первому выходу я распеваюсь до определенной ноты, ко второму еще на тон выше, потом я молчу, потом я снова распеваюсь, уже пробую крайний верх. Но это тоже приходит с опытом, потому что если я распеюсь сразу, голос остыл, голос осип, устал, пока я поговорила, конечно же, в антракте, в перерыве, мы сидим, разговариваем, хочешь, не хочешь. К сожалению, мы, допустим, раньше, Галина Павловна Вишневская говорила о том, что в день спектакля она вообще не разговаривает, она общалась с записками, с родными. Ну вот как-то в современном мире это не получается. Кто-то звонит, спрашивает, а билеты есть, а что-то там. Да, мы можем, конечно, и смс-ками, но в основном все стараются позвонить. А вообще вот этот современный мир, ваше творчество восторгается? То есть вы чувствуете себя современным человеком на сцене, исполняя какие-то партии? Или все уходит, вы все забываете, вы выходите в том образе, который есть на сцене, и современного человека вы с собой на сцену никак не внесете? Или все-таки что-то сохраняется? Смотря какая постановка, конечно. Вот есть постановки, как наша, например, «Свадьба Фигара», наша, театра Большого, где режиссером был Евгений Писарев. Она более осовременена. И поэтому ощущения такие, да, что я придумала хэштег «Дива в джинсах». И вот этот хэштег, как бы он переносится в жизнь. То есть ты выходишь, да, ты не такая, как все, в принципе, да, не каждый ведь, кто приходит в этот тысячный зал, может выйти на сцену перед огромным количеством зрителей, спеть, и это моя работа. Но при этом я стараюсь оставаться как бы чуть над обыденностью. Но над обыденностью я все равно обычный человек, потому что на мне платье современное, еще что-то. Как бы и движения остаются наши 21 века, и взаимоотношения наши 21 века. А вот, например, «Свадьба Фигара» в «Шан-Залезе», где режиссером был Джеймс Грей, она абсолютно выстроена в стиле, в стиле моцартовского времени. И все отношения действительно были настолько правильно выстроены в стилистике времени, что костюмы, прически, макияж, выбеленные немного лица у графа и графини, какие-то волнительные моменты во время прикосновений. Это все как бы тоже дало определенное ощущение над временем и вот над обыденностью. И тут я уже не спускалась как бы никуда в свой характер. Мой характер был лишь в воссоединении характера Сюзанны, потому что мы очень похожи. И так говорят, в принципе, все режиссеры, кто смотрит на этот спектакль как на сценарий. А вам легко делать роль, когда она вот так на вас ложится, как перчатка, и вы действительно похожи? Или когда она наоборот отличается? И вам нужно идти как-то в противовес себе самой, придумывать характер? Это интереснее. А вот про Альцину расскажите. Такая была постановка. Мы все обожали этот спектакль Критти Митчелл. У вас была такая яркая роль и очень смелая роль, как мне кажется, но которая требовала огромного актерского мастерства, потому что там режиссура была практически как хореография. Там по секундам было все прощепано. Вот это трудно? Это было трудно в первую очередь для меня, как... Ну... В некоторой степени, наверное, я социофоб и интроверт. И в принципе сделать... Вот не подумаешь, конечно. Да. И в принципе сделать что-то вот так откровенно на публику для меня, конечно, проблема. И когда пришлось... Ну, так как, я думаю, что большинство аудитории видела спектакль, понимают, о чем идет речь, когда пришлось, в принципе, не просто раздеться, а оголить свои... Вы вот особо-то не оголились. Там просто откровенные моменты... Не оголить свои внутренние... Это правда. Какие-то... Внутренние чувства. Или чувственность даже, так скажем. Вот. Вот тут оказалась эта проблема, особенно... Была... Была ария. У меня их четыре. Первая, вторая. Да, были проблемы, но там были... Была помощь, как психологов просто, фактически, режиссеров. А вот с четвертой была проблема. Я просто плакала, я не могла как бы себе позволить вот настолько сильно все это изобразить. Потому что, да, безусловно, как бы есть такая система режиссуры, когда режиссер вытягивает из актера не просто эмоции, а нутро. И это нутро как бы не всегда... И это не всегда как бы комфортно для певца. Вот мне было дико некомфортно, особенно показывать какие-то желания физического плана, сексуального плана. Но когда дело дошло до четвертой картины, где я прошу прощения у своего возлюбленного, и все равно мы остаемся в какой-то садистской форме сексуального контакта, я не могла это принять. Я просто плакала. Меня попросили, значит, всех выйти из репетиционного зала. Остались я, дирижер, режиссер. И мой партнер, тенор. Мы попробовали это сделать. Вот так, наедине как бы. Мы попробовали, сказали, возможно, позвать кого-нибудь, потому что нам нужен меманс для этой сцены. Я сказала, да. Пришли ребята, и, честно говоря, плакали со мной все, потому что, как бы, и, наверное, именно четвертая ария оказалась для меня вот с самой таким прорывом, что ли. Вот после, пожалуй, именно после постановки Альцины, моя карьера вообще, как бы европейская, пошла в гору. Ну, там и вокально это было виртуозно. Да, но... И Маркон вас дальше, по-моему, приглашал. Да, да, да. И у меня с ним... Ой, вот сейчас должна была быть в Алессии, например, Ориоданте. Но нет. Будем надеяться на будущее. А вам интересен камерный репертар? Вы ведь тоже вот Зары Дулхановы, я так поняла, были хорошо знакомы. Я не взяла, что она на вас в этом плане повлияла, но я понимаю, что вы любите музыку во всем ее объеме. Я думаю, джаз вы не разлюбили. Но камерный репертар вам нравится петь? Готовите ли вы сейчас какие-нибудь камерные программы? Или на это нет времени? Нет, сейчас как бы ничего не получается, потому что... Именно с камерной музыкой, потому что в основном у меня концерты с симфоническими оркестрами. И я готовлю, например, если программу, то вот это сольные концерты, где я стараюсь знакомить публику не только с той музыкой, которая уже практически у всех на слуху, хотя я беру обязательно такие вещи, как Каватина Розины, Росини, например, да, она... Невозможно ее просто взять и убрать за скобки. Она обязательно должна быть в качестве номера в концерте. Но к ней, например, я всегда добавлю... Вот сейчас была программа, я к ней добавила Каватину Фьюриллы, которую мало кто знает, из Турок Пытали, тоже Росини, и Каватину Семирамида, которую тоже редко кто хочет исполнять в концертах, потому что она довольно сложная и не всегда она эффектна. Но я ее упрямо, упорно ставлю в финал концерта, уже после Розины, уже после Фьюриллы, после двух эффектных колоратурных Каватин, я все равно ставлю Семирамиду. Вы хотите воспитывать зрителя или вам нравится это исполнять самой? Безусловно, я люблю эту музыку. Я абсолютный фанат Росини, Дони Цетти, Гендель Моцарт. Это моя любовь на века, но я считаю, что моя первая идея, когда я предложила Владимиру Теодоровичу в прошлом году сделать сольный мой концерт с виртуозами Москвы, ну, конечно же, мы добавили, Владимир Теодорович взял более расширенный состав, практически симфонический оркестр у нас получился, потому что программу, которую я предложила, сначала он воспринял как-то странно, сказал, что Аня, ты уверена ли? И даже сам решил ее послушать. Это были Ори Гентеля, Моцарт, Дони Цетти, Росини, Беллини, и он сказал... Красивый мусор. Да, но дело в том, что это мало кто исполняет, тем более, как бы, если так, как я ее, еще Вивальди, первое отделение полностью Гендель Вивальди, второе отделение Моцарт Росини. Вы не представляете, насколько это было эффектно для публики, которая не знала некого Тино Фиорилы, которая мало слышит, например, Аллилую из экзультата юбилеата Моцарта. Она... Этот номер, он очень эффектный, колоратурный, сложный, и когда это вдруг выносится в начало второго отделения, это таким образом я сама для себя как бы определяю, что второе отделение будет вот таким, просто праздник, таким фейерверком, и публика это воспринимает с таким восторгом, с таким счастьем, потому что им хочется что-то новое. Уже вальс музеты, вальс жульетты, это все замечательно, я это тоже пою, я обязательно это включаю в программу, если это французская, например, музыка, я... И Де Либо, и Масне, и Бизе, это все абсолютно точно будет включено, но если публика хочет и она голодна, то почему бы не сделать так, чтобы голод утолить? Не только ведь о мио бабино каро, всем интересно. Я слышала в одном из ваших интервью, вы сказали, что, конечно, мы все дичеславные, выходим на сцену и работаем, потому что мы любим успех, нам нужно признание, но вы уже с большой карьерой человека. Вот сейчас что у вас вызывает? Это азарт внутренний. Что вам доставляет удовольствие? Ну, конечно, изучение нового репертуара. Для меня было вообще открытие собственного голоса. Когда мы взяли, когда мы с Туганом Таймуразовичем, с Охиевым говорили о новой постановке сказки о царе Салтане, и он мне сказал, что я вот вижу вас как царевну лебедь, мне казалось, что это достаточно высокая партия, и русского музыка я вообще не пою, априори, она... Хотя у вас были же партии. У меня цар... Да, да, да. Царская невеста. Царская невеста. Я редко, но соглашаюсь исполнить. Кисю же Сирин был, да? Да, да. Вот. Например, царскую невесту я могу один раз, наверное, вот один раз это было. я ее в концертном исполнении исполняла недавно, несколько месяцев назад, но я поняла опять лишний раз, что европейская музыка, она проще для меня. кому-то, кому-то, да, кому-то более... Даже при том, что я русскоговорящий человек, русскоязычная, но все равно мне... Я даже не знаю, почему. Рахманинов, камерная музыка, Рахманинов, Чайковский, мне абсолютно близки, и я их понимаю, я окутана музыкой этих композиторов, и я могу петь это действительно с удовольствием, и я пою. У меня есть программа камерная, именно состоящая из произведений этих композиторов. Римский, Корсаков и Глинка немного для меня сложны. Я не могу объяснить, почему. Просто вот внутренние ощущения, какие-то нету коннекта с психологией композитора. Наверное, как-то так. Ну, а в итоге Царевна Лебедь, как у нас? Она оказалась потрясающей. Принесла ему удовольствие. И мне, а главное, что я пишу, как Туган Туэму Разович дирижирует, и он мне как-то сказал, что во время спектакля, в антракте, я говорю, мне что-то не нравится, Туган, ты можешь... Он мне говорит, что может сделать вас счастливее? Я говорю, просто улыбайтесь. И он улыбался, все второе отделение, весь второй акт. И мне так, так хорошо в этой музыке. Я не знаю даже почему. И она высокая партия. Я получаю удовольствие от каждой ноты. И вот, пожалуй, вот это было откровение для меня. И сейчас я понимаю, что мой голос у многих с возрастом крепнет и становится ниже, а мой голос с возрастом поднимается. И я этому очень рада. Да, я этому очень рада, потому что я считаю, что все певицы должны и певцы себя хранить как можно дольше. И мне самой тоже хочется петь как можно дольше. Это вот то самое тщеславие, о котором вы говорите. Хочется выходить как можно дольше на сцену. Поэтому, когда моя мама говорит, ну вот, когда тебе будет 50, ты будешь уже давать мастер-классы. Я давала мастер-классы и даю, но я не представляю, что я просто перейду в этот вот в этот слой профессоров. Мне так сложно это представить. Надеюсь, что будет творчество и долголетие. А вы еще любите петь современных композиторов? Или просто не любите, а так складываю с вашей жизнью? Даже в вашем театре вы исполняли Баневича, Десятникова, я знаю, что вы пели музыку Шора. Да, мне это нравится. Не вся музыка современная это коллапс мозговой. Нет. Слава Богу. Да, конечно. Это есть очень красивые произведения, очень красивые. Я помню, что Галбов говорил, что это композиторы шестидесятники в основном, как сказать, убили публику, потому что они писали такую сложную музыку, где не было мелодий. И публике было очень трудно это воспринять. А каково тогда исполнителям, представляете? Это очень сложно. Но почему я люблю петь именно современную музыку? Потому что я первопроходец в этом в некоторой степени. Кто-то что-то до меня, например, пел, но это не веками было, а это, допустим, пять, шесть, семь, десять исполнений. И все равно остается какой-то процент того, что я открою что-то новое. А это всегда безумно интересно. Быть первой. Что-то... Даже, знаете, например, я... Вернемся, допустим, от современных композиторов к классикам Вивальди. Он написал Олимпиаду, в которой партию Аминта всегда исполнял имяцисопрано и как бы эталоном считается Чичилия Бартули. Я исполнила в концерт Гибау как раз с Андреем Марконом. Аминту. Но я сопрано. Исполняла на полтона ниже так как это был барочный оркестр, барочный строй. Все равно как бы всех всех немного даже удивило, что сопрано вдруг что-то делает такое, что может делать мецисопрано. А возможно... И как бы вот такие вот вещи, которые меняют взгляд других людей на то или иное в данном случае как мы музыканты говорим на произведение, на арию, еще на что-то. Где-то что-то вдруг найти вместо форты спецпиано, пианиссимо. Вдруг взять верхнюю ноту так, чтобы это не было криком, а чтобы все прислушались, а все пели до тебя, пели по-другому. Это вот все определяет как бы наше будущее. Поэтому сейчас, когда мы берем современных композиторов и исполняем что-то, я же тоже понимаю, что через 20, 30, 40 лет следующая певица, которая будет это петь, она споет тоже по-иному. Да, она скажет, ну вот эталоном были те-то и те-то, те-то, ну Анна Глатова, например. Да, но я бы хотела спеть вот так, и это будет классно. Аня, а скажите, мне кажется, нашим слушателям и зрителям будет интересно узнать, что вы любите в жизни. Вот вы любите хорошую кухню, вы любите вино, вы любите друзей, вы любите одна лежать, читать книжку. Это так, все так просто в моей жизни, мне кажется. Вино я не люблю, шампанское нет, виски, водка нет, 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 я вообще не пью. Вот просто не пью. Два лета еще человек и за столом. Класс. Вот, ну не пью, потому что меня спрашивали, а почему? Мне просто не нравится. Аналогично. Нету каких-то... А готовить вы любите? Или на это время не хватит? Не-не-не, дело все в том, что у меня замечательная мама, которая готовит на мой вкус, вот на мой, просто феноменально. Поэтому переплюнуть у меня все равно не получится. А ваши родители за вами переехали в Москву, да? Мама, да, мама, да, переехала, поэтому это... Мама кормит. Да. Как бы вопрос с готовкой отпадает. Конечно, завтраки, это мое. Вот, завтрак, потому что там иногда надо встать пораньше, иногда потому что ребенка в школу отводим, как-то всей семьей встаем. А сколько вашему ребенку? Он у меня уже во втором классе. Тоже музыкой увлекается? Да, не могу сказать, что как бы он видит себя в этом, как в будущем, как исполнитель, но он он очень гордится тем, что он мой сын. И все в школе, в принципе, знают, когда он что-то говорит, он говорит, а вы знаете, кто моя мама? Моя мама Анна Аглатова. Это и когда мы с ним разговариваем о будущем, он всегда говорит, я хочу быть как ты, но это не значит, что он хочет быть певцом. Он просто хочет что-то делать для людей. Например, у него есть идея такая очень серьезная, на мой взгляд, для восьмилетнего ребенка, он считает, что надо спасать планету. Потому что он очень увлекается прошлым, прошлыми, да, и как бы вот почему-то ему кажется, что не дай бог повторится вот Ледниковый период или еще что-то. Это все людьми было сделано, по его мнению. И он говорит о том, что я, когда вырасту, я знаю, чем я буду заниматься, я буду сохранять планету. Я, когда ему говорю, а ты знаешь, что на это нужны деньги, очень много, и привела ему, например, Леонардо Ди Каприо, больше в голову ничего не пришло на тот момент, она сказала, а, ну да, хорошо, тогда я буду зарабатывать большие деньги и тратить просто на... Сохранение планеты. А вы с ним много времени проводите? Вас хватает? Сейчас я стараюсь как можно больше времени с ним проводить, потому что раньше, когда дошкольный был возраст, период, я не видела в нем даже потребности такой, как сейчас, потому что сейчас я уже как мама понимаю, что чем... Действительно, я не помню, кто это сказал, что лучше в два раза меньше денег тратить и в два раза больше времени на детей. Сейчас я это понимаю, я, конечно, не скажу, что я вдруг стала меньше игрушек покупать или меньше тратить денег на книги для него, но времени больше, даже потому что мне самой с ним безумно интересно. Это поколение, они особенные, абсолютно все детки особенные, и мне кажется, что мы сами можем у них очень многому учиться, и я в том числе я у него спросила как-то, что значит счастье, он сказал, для женщины это семья. Вот, для... Ну, вот, для меня это... Как думать музыки для вас? Нет, сейчас нет. А вообще рождение сына изменило вас или нет? Не само рождение ребенка, а именно процесс воспитания ребенка изменил меня и довольно сильно. Раньше я действительно думала, что сцена, театр, музыка это конечная точка для моего счастья. Сейчас я понимаю, что я живу, в принципе, для того, чтобы работать, а работаю я для того, чтобы мой сын, моя семья вообще, в принципе, и будущие дети, чтобы мы все были счастливы. потому что не может быть одно без другого. Я хочу приходить домой и видеть здоровых родных, счастливых и приходить в дом, где смеются, а не туда, где, знаете, где тихо, спокойно, где можно полежать, книжку почитать. Это уже пройденный этап. Уже интереснее жить там, где тебя любят, а не там, где просто тихо и спокойно. Аня, спасибо вам. Мне кажется, вы очень гармоничная личность. Мне кажется, в театре в большом вас все любят. Я помню, Анатолий Геннадьевич Александрович, который был директором, когда вас сюда взяли, ходил тоже на все ваши спектакли. И сейчас по-прежнему, и я слышала тоже ваше интервью, где вы говорите, что в большом театре вы занимаетесь музыкой, и вам здесь тоже комфортно и хорошо. я очень люблю театр. И я считаю, мы даже, знаете, всегда говорю, мне очень хочется петь у себя дома. Мне, да, конечно, Швейцария, Франция, Австрия, Италия, это все замечательно, но я хочу петь дома тоже, потому что я прихожу сюда и ощущаю здесь себя комфортно, свободно, мне тепло, моя публика сюда приходит, люди, которые меня знают, и мне хочется порадовать как можно больше людей в своей родной стране, в своем родном городе, я жуткий патриот абсолютный, поэтому если есть возможность здесь петь больше, я буду петь здесь. Дай бог, чтобы была такая возможность, потому что наш дом тоже только расцветает, когда доставляются такие люди. Спасибо.